всем привет меня зовут марина и мы с вами находимся на канале о вязании сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такой вот красивый и очень простой узор называется мелкие соты данный узор идет универсальный и подойдет для вязания многих изделий с помощью данного узора можно связать кардиган джемпер плед шапку снуд или абсолютно любое изделие узор получается такой достаточно плотный вяжется очень просто так выглядит лицевая сторона данного узора так узор смотрится с изнаночной стороны раппорт данного узора будет равен 2 петли ширину и 4 ряда в высоту поэтому для образца на 2 чулочные спицы обычным способом набора с помощью длинного хвоста я наберу 12 петель петли я набрала и аккуратно одну спицу вынимаю и сейчас мы с вами должны провязать 0 установочный ряд и этот 0 установочный ряд вяжется с изнаночной стороны поэтому вот эта сторона вязания будет являться изнанкой первую кромочную петлю на протяжении всего вязания мы будем просто переснимать далее я вижу одну петлю лицевую следующую петлю я сейчас должна просто переснять вместе с накидом поэтому вот таким образом рабочую нить я кладу сверху на левую спицу и петлю просто снимаю тем самым получаю снятую петлю и 1 накид и опять наше вязание повторяется 1 петля лицевая следующую петлю я просто переснимаю вместе с накидом 1 лицевая петлю снимаю вместе с накидом так мы довязываем этот ряд до конца конце ряда петлю вместе с накидом я снимаю и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной и вязание переворачиваю на лицевую сторону и сейчас мы приступаем к вязанию 1 лицевого ряда в первом лицевом ряду первую кромочную петлю я снимаю далее смотрите у меня идет петля и накид петлю я провязываю вот эту лицевой а накид я сейчас просто переснимаю не провязывая при этом обязательно правую спицу в накид я ввожу справа налево вот таким образом я должна переснять этот накид далее у меня идут две петли и накид поэтому этих две петли я провязываю лицевыми то есть одна петля лицевая вторая петля лицевая накид я также просто переснимаю вводя спицу в накид справа налево и опять две петли лицевых 1 2 накид я просто переснимаю не провязывая то есть между накидами у нас здесь всегда будут идти 2 лицевых петли за исключением начала ряда так как рисунок дальше наш будет смещаться и опять 2 лицевых петли накид просто снимаем не провязывая рабочая нить при этом у нас должна оставаться за работой 2 петли лицевых накид снимаем в конце ряда у меня получается одна петля лицевая и последняя кромочная петля ее я провязываю изнаночной и вязание сейчас переворачиваю на изнаночную сторону и мы сразу приступаем к вязанию 2 изнаночного ряда первую кромочную петлю я снимаю далее если мы посмотрим на наши петли у меня идет изнаночная петля и дальше идет петля с накидом эту изнаночную петлю в изнаночных рядах одиночную мы будем просто переснимать вместе с новым накидом то есть вот накид и петлю мы просто снимаем а следующую петлю которая уже у нас идет с накидом мы ее провязываем лицевой петлей в изнаночном ряду то есть вязание у нас будет выглядеть следующим образом изнаночную одиночную петлю я просто снимаю вместе с новым накидом а петлю которая уже идет с накидом я ее провязываю лицевой петлю снимаю следующую петлю с накидом провязываю лицевой снимаю следующую петлю с накидом провязываю лицевой в конце ряда вот петлю с накидом я провязываю лицевой петлей и последнюю кромочную я провязываю изнаночной и вязание переворачиваю на лицевую сторону и мы сейчас сразу будем приступать к вязанию 3 лицевого ряда 3 ряд будет похож и на 1 лицевой ряд единственный рисунок наш смещается поэтому первую кромочную петлю я сейчас просто снимаю и далее если посмотреть вот на наше полотно у нас идет 2 петли и вот этот накид поэтому после снятой кромочной петли следующих 2 петли мы провязываем лицевыми то есть вот идет 1 лицевая и 2 лицевая петля накид мы просто переснимаем вводя при этом спицу справа налево и опять две петли лицевых накид просто переснимаем 2 петли лицевых накид просто переснимаем так мы довязываем этот ряд до конца в конце ряда 2 лицевых накид я просто переснимаю и последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной и вязание переворачиваю на изнаночную сторону и мы сейчас приступаем к вязанию последнего четвертого ряда кромочную петлю я переснимаю и далее по рисунку смотрите у меня идет сразу в начале петля вместе с накидом далее идет одиночная петля поэтому после кромочной петли в четвертом ряду петлю вместе с накидом вот в начале я провязываю лицевой петлей и одиночную изнаночную петлю я просто переснимаю вместе с новым накидом то есть дальше у нас идет одна петля лицевая это вот петля плюс накид изнаночную петлю я просто переснимаю при этом сделав новый накид лицевая петлю вместе с накидом сняли лицевая петлю вместе с накидом сняли лицевая петлю сняли и последнюю кромочную я провязываю изнаночной петлей и это мы сейчас с вами провязали 4 ряда основного узора далее наше вязание повторяется с 1 по четвертый ряд на нужную высоту когда мы наше полотно провяжем повыше вот такой вот красивый и рельефный узор у нас с вами должен получиться поэтому друзья надеюсь данный мастер-класс был для вас полезным и понятным поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал поддержите это видео пальчиком вверх но мы с вами будем прощаться обязательно встретимся в новых наших видео всем большое спасибо за просмотр и всем пока пока